Друзья, здравствуйте! Сегодня будет разбор старого пруда. Пруд построен, я думаю, лет 10-12 назад. И это не совсем обычная пленка. Пленка ПВХ. ПВХ-мембрана не армированная. И вот что с ней происходит на солнце. Вот она трескается. Обратите внимание. Но, правда, здесь нет никакой подложки. Что это за производитель, я не знаю. Установлено оборудование фирмы ОАЗ. Вот хорошие насосы немецкие. Шланг профессиональный немецкий. Он не боится. Он достаточно устойчив от промерзания. Он даже, когда в воде зимой, внутри грунта, он... Очень редкий случай, когда он лопается. То есть он чуть-чуть может расширяться и не лопаться. Далее. Там старые стоят два фильтра BioTec Screenmatic. Но так как пруд у нас будет большой, с плавательной зоной, будет здесь зона регенерации, фильтр, биофильтр. Внутри большого объема кубов на 40. То эти фильтры нам уже не нужны. Не нужны только этой лампы. Будем их продавать, наверное, через Авито или как-то еще. Друзья, если кому-то надо, наш заказчик продает эти фильтры. Потому что они сейчас уже не так нужны. Будем строить большой фильтр. Они пригодятся для фильтров небольшого объема. 50, может быть, 100 кубов. Или нет места для геологического фильтра. Да, друзья. По фильтрам ОАЗ, которые мы видим на этом объекте. Они уже использовались. И вот это еще BioTec 56. Это не Screenmatic. И вот, если кому-то видно, это аналог биоплата горизонтального типа. Или как все называть? Светочная система горизонтального типа. На этих пластиковых частях сидят бактерии, которые чистят воду. И вода втекает после ультрафиетовой лампы. И проходят горизонтально все слои. На них сидят бактерии чистят. То есть, ворсинки чистят крупный мусор. И работают бактерии. Далее более мелкий мусор, Матало, проходит, задерживает мелкий мусор. И на нем сидят бактерии тоже чистят. Следующие уже губки. Более пористый материал. А в большей площади поверхности, соответственно, больше бактерий сидит и больше чистит. Вот мы имеем объем где-то 100 литров. Если бы здесь была еще система Screenmatic, которая заменяет барабанный фильтр частично, то это был больше хорош фильтр. Здесь же это просто аналог горизонтального биоплата, то есть горизонтальной филеточной системы. Соответственно, конечно, мы эти фильтры ставить уже здесь не будем. И если у вас небольшой пруд, то можно взять такие фильтры китайского производства, потому что они недорогие. И маленький пруд 50, 25, 30 кубов построить с этими фильтрами. До 100 кубов. Это нормально. Если у вас пруд большой, плавательный, то, конечно, нужно строить фильтр на месте, большого объема. Так что вот... У нас есть видео по фильтрации, и мы по этому фильтру более подробно останавливаемся и рассказываем. Подписывайтесь, посмотрите у нас в линейке наших видео раздел «Фильтрация». Правда, лекция большая, больше часа. Но там подробно все рассказывается. Также есть про биоплоту. Что ж, поехали дальше по поводу пруда. И вот, посмотрите, значит, пленка где-то уже там. Лопнула на солнце. А рядом вот у нас бутилка-учуковая пленка. Видимо, уже дорабатывали в следующий год каскад ручей. Но это пленка испанского производства фирмы «Гискоза». Это хорошая пленка, бутилка-учуковая. Она, возможно, чуть-чуть дороже, потому что это евровая зона, немного дороже, чем пленка американского производства. «Гискоза» выкопала компания «Файерстоун». Если это относится к группе «Файерстоун», то и то пленка хорошая. Поэтому мы рекомендуем использовать пленку либо американскую. Если вам нравится «Гискоза», «Испанская пленка» – это хорошая пленка. Американская пленка «Кэррлайл» и «Файерстоун». Мы используем в основном пленку «Кэррлайл». Но все эти производители достойны. Открыватель технологии компании «Кэррлайл». Американский покупатель «Кэррлайл» – самый крупный продавец мембраны в Америке. То есть американский потребитель выбрал «Кэррлайл». Значит, вот видите, ПВХ у нас с повреждениями. Не армированный ПВХ, не очень хороший материал, не самый лучший, скажем. У него, во-первых, первый год-два, у него ковида меняются свойства. Чуть не пал. И вот этот пруд, видите, он где-то порвался, и он течет, не держит воду. Вот поэтому, если ПВХ, то лучше брать армированный ПВХ. Можно брать бассейн и ПВХ для бассейнов, но он дорогой. Есть российские производители. Единственный минус в том, что-то неширокие полотна. Если армированный ПВХ, то кровельный метр двадцать всего шириной. И он не сертифицирован для прудов. Значит, мы рекомендуем бутылку в чуковую пленку. Ну что ж, дальше мы про этот пруд еще расскажем, как мы его перестроим в следующих наших видео. Подписывайтесь. Вот на этом пруду будет очень много полезных фишек. Мы реально покажем хорошие такие фиши, как сделать пруд удобным для пользования, с минимальными затратами. Расскажем о преимуществах этого подхода и какие в итоге затраты вы экономите, когда... Вот те технологии, которые мы покажем в строительстве данного пруда. в течение этого... Ну, мы, наверное, начнем в мае. Стоит в течение мая мы построим май. Если мы начнем в 7 мая, то в конце, в начале июня мы его построим. Вот видите, вот пленочка ПВХ. Вот она... Порвалась. Вы знаете, она уже вот со временем прошло, она не эластичная. Я вот ее мну, она уже такая дубовая стала. Резина при этом... Обратите внимание, что за столько лет камень порос мхом. Ну, в принципе, лет за 8-7 зарастает, когда в пруду вода, влажность, берег за 8-9 лет зарастает мхом. Это очень прикольно. Ну, вот пленочка, я вот ее... Ну, знаете, нет. Обычная, очень гибкая мембрана. Бутилка учуковой мембраны, чем хороша она с годами, не теряет свойств. И она во время мороза такая же гибкая. Если мы возьмем ПВХ во время мороза, это будет дубовая достаточно пленка. Если мы возьмем полиэтилен, это будет просто пластиковый тазик, которому дальше она лопнет от мороза. Это ничего не происходит с резиной, с бутилкой учуком. Но проблем. Варили бутилку учук при минус 18, и сдавали технодзору шов. Проверяли, тестировали, приходили люди. No problem. Очень хороший химизм процесса. Очень надежная пленочка. У нас есть ролики по этой пленке. Посмотрите, подписывайтесь на канал. Не забывайте, друзья, радоваться жизни. И всем добра. Субтитры добавил DimaTorzok WWW Корректор А. ¿Если 72? Да.